Итак, расчистка от снега и льда образовательных, культурных и спортивных объектов должна быть под ежедневным контролем. Качество содержания территории вокруг школ, детских садов, спортивных и молодежных центров обсудили во вторник представители ответственных служб. Что касается очистки крыш, то здесь никаких проблем на важных объектах нет. С уборкой подрядные организации тоже справляются. А вот проезд к некоторым учреждениям порой вызывает затруднения. Особенно это касается подъезда к детским садам «Золотой ключик», «Синеглазка», «Снегурочка», «Сказка» и «Улыбка». А также коррекционной школе. Глава администрации потребовала решить проблему как можно быстрее и ежедневно контролировать состояние подъездных путей к этим учреждениям. Все проезды к социальным объектам в данный момент нашими сотрудниками проверены. Составлен список тех участков, которые требуют доработки. В ближайшее время они будут устранены. Неделю назад давал поручение. Это не значит, что один раз почистили и все. Каждый день лично ходите, проверяйте. За последнюю неделю с улиц города было вывезено 11 тысяч кубометров снега. Всего же с начала года 93 тысячи. Это в два с половиной раза больше, чем в 2018 году. Но и здесь до идеала еще далеко. Подрядная организация испытывает сложности с вывозом снежных куч, с тротуаров и газонов. Продолжают снегоборьбой и управляющие компании. Их задача – расчистить дворы и придомовую территорию. Ежедневно управляющие организации ТСЖ вставят на территории порядка 30-35 единиц техники для уборки своих дворовых территорий. Конечно же, было и сделано замечание, то есть 88 уведомлений в адрес обслуживающих организаций с требованием незамедлительного применения и ремерреагирования были тоже направлены. На сегодняшний день работа продолжается.